Гениальные планы. Как вообще происходит экспедиция? День первый, все заезжают. Понятно, что заезжают не синхронно, кто-то раньше, кто-то позже, но условный первый день. Все приезжают, начинают обустраиваться. У нас сейчас уже на самом деле второй день, потому что в первый день снять это не судьба. Сколько кто ни пытался, никто еще никогда не снял первый день, потому что все бегают, суетятся и что-то делают. Не то, что прям суетятся, ползают, на самом деле, как сонные, но снимать идеи не приходят. А потом уже задним числом понимают, что что же мы не сняли первый день. Это бывает так всегда. Поэтому день второй начинается трудодени. И здесь вот уже студенты навели порядок, кухня вычищена, и даже уже все поели. И даже в первой половине дня сходили на раскоп и начали его чистить. Почистили дорожку, стали снимать грунт, которым был раскоп засыпан в прошлый раз, и потихонечку снимать слои, всякие дерн и всякую дребедень для нового раскопа, вернее расширения предыдущего. Следующие ну где-то дней там 5-10 будет съемка грунта лишнего. И находок пока скорее всего не будет, потому что ну просто большой объем земляных работ. Надо тупо кидать, 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 кидать землю. А потом будет самое интересное, где-то там через условную недельку откроется красивый слой, и тогда все уже автоматически подключатся, понаедет куча народу. Естественно, самый последний момент, когда уже самая тяжелая работа будет сделана, приедут добрые молодцы героические и будут говорить, что это вы такие все замученные, замученные, и будут ножичками ковыряться в кремешочках. А последующие еще где-то недели-две до нашего отъезда, а на самом деле гораздо дольше, потому что экспедиция дольше продолжается, все будут разбирать слой. Потихонечку, помаленечку чистить находки, не выдергивая их из земли, наносить это дело на план, нивелировать, ну это я так на автомате называю нивелировать, а на самом деле там уже давно лазерный теодолит, все это там лазерами снимается, координаты автоматически все заносится в компьютер, потом только находки снимаются, шифруются, приносятся сюда, здесь разбираются, на автомате все это в компьютер запихивается, там все это на плане, и планеграфия, и стратеграфия, а здесь обработка уже такая практическая. Если будут косточки, что не факт на самом деле, но должны быть, в прошлом году были на этом месте, они будут приноситься сюда же, здесь будут раскладываться, и мы будем на них смотреть, и думать, о, косточки, прикольно. А потом, может быть, здесь появятся палеонтологи, и еще очень тюмные скажут про эти косточки, а потом все это барахло будет собрано из Багрина в музей в хранение, на вечное хранение, и потом уже многие-многие следующие годы археологи, палеонтологи, геологи, там бог знает кто еще, а надеюсь, что и антропологи, когда мы откопаем цельного неандертальца в полный рост, будут приезжать и все это дело изучать, писать толстые книжки. Но по пути сюда будут прибывать еще сопутствующие люди, кто-то будет убывать, а кто-то будет прибывать. В частности, геологи, пачеловеды, может быть, палеозоологи, если они будут особо нужны. Антрополог уже есть, я уже на готове, и работа уже здесь будет происходить. Ну а главная генеральная идея потом в конце публикация всего этого дела и рассказ обо всем, что мы здесь нашли, сопоставление материалов Плохотылева с данными по всяким другим стоянкам, и создание общей грандиозной картины бытия сотни тысяч лет назад. И мы точно будем знать, как жили неандертальцы. В первом приближении мы представляем, но детали хотелось бы узнать, и для этого мы копаем землю.